Собственно, данное приложение реализует некий сайт для заметок, где можно писать свои заметки, импортировать с сайтов и загружать с локального компьютера. Соответственно, посмотрим, как фронт-энд общается с бэк-эндом и сразу увидим, что фронт-энд обращается к конечной точке GraphQL. Соответственно, это уже обозначает, что приложение использует данную технологию. Дальше, если посмотреть на запросы, которые отправляет фронт-энд, то можно будет увидеть, что это и есть запросы, которые мы разбирали ранее. То есть вот, например, запрос на получение всех заметок. Получается, публичных. И если мы его откроем в блокноте, то мы опять же увидим обилие бэк-слэшен и проверенных символов. Собственно, для идентификации работы GraphQL и какой конкретно бэк-энд GraphQL реализован есть программа GraphWoof. Собственно, ей как параметр передаем наш сервер и параметром указываем найти все эндпоинты или возможные эндпоинты, которые может использовать GraphQL. Соответственно, тут видим, что GraphWoof нашел эндпоинт GraphQL. Список, который заложен в GraphWoof для подбора эндпоинтов, достаточно большой, поэтому чаще всего он все находит. Вот. Соответственно, мы можем указать данный эндпоинт и запустить фингерпинт. Соответственно, GraphWoof определил, что используется технология Python и также указал на собственную документацию по данной технологии. Ну, мы видим ее... Ну, у меня есть загруженный вариант. Собственно, он тут указывает базовые настройки по данной технологии. То есть, например, написано, что данная библиотека GraphAni не может поддерживать лимит запросов в глубину. Это очень полезно для DOS-атак. Это позволяет реализовывать атаки вглубь. И также написано, что у данной технологии интроспекция включена по умолчанию. И также написано, что батч-запросы, которые позволяют нам реализовывать батчинг-атак, они также выключены по умолчанию. Собственно, теперь перейдем к следующему приложению. Это GraphQL Map. Собственно, зная endpoint GraphQL, мы можем запустить интерактивную оболочку. Соответственно, посмотрим, что GraphQL Map умеет. Он умеет, как я говорил, дампить схему GraphQL. Дамп полд основывается на ошибках и различных типах, а дамп тью основывается на интерспективных запросах. Также он умеет файзить новую SQL инъекцию, постгрейл SQL инъекцию и обычную SQL инъекцию. Давайте попробуем применить атаку интерспекции. Собственно, мы видим, что интерспекция в данном приложении включена, и мы можем видеть все типы запросов и все поля, которые мы можем достать. Соответственно, самый интересный для нас — это запрос System Diagnostics, который содержит поле CMD. Это предположительно, что мы сможем получить RCE на сервере, если мы знаем имя и пароль пользователя. Давайте попробуем… Давайте я продемонстрирую, как GraphQL Map интерактивно посылает запросы на сервер. Например, запросим System Health. Соответственно, указав запрос с ключевого слова query и двойных кавычек, GraphQL Map за нас отправил запрос на сервер и показал результат выдачи. В данном случае System Health не реализован, как мы видим, что достаточно печально. Теперь перейдем к обычным инъекциям. То есть, естественно, при создании обычной заметки мы также можем посмотреть, как данная заметка отобразится при запросе. То есть, как я и говорил в презентации, мы видим запрос Mutation, который создает заметку. Давайте также его откроем в блокноте. И, собственно, мы видим запрос типа Mutation, который создает заметку и требует такие параметры, как заголовок, контент, публичная или заметка, которые типа Boolean и Born. Соответственно, данные параметры используются в преобращении к endpoint-to-create-paste. И, собственно, отдельно в типе variables за нас JavaScript указал те данные, которые мы ввели. Собственно, примерно таким же образом мы будем производить бетчинг атак в будущем. Естественно, как базовое приложение для заметок на любом CTF тут есть JavaScript атака, CSS атака, где можно реализовать. Естественно, давайте сделаем заметку, где тест будет жирным шрифтом. И увидим, что действительно атака прошла успешно. Естественно, эту атаку можно реализовать, просто послав правильно составленный mutation-запрос на сервер. Собственно, помимо базовой графки или оболочки, иногда разработчики оставляют онлайн IDE редакторы для упрощения работы с графикюель. То есть вот мы видим, что в куке есть параметр среды, который указывает на графикюель. Собственно, если мы откроем этот графикюель, то мы увидим, что он по умолчанию выключен. Ну, а естественно, поставив переменную среды на enabled, он будет нормально функционировать. Опять же, давайте попробуем сделать запрос, который мы делали из графикюель-мапа. И видим, что это то же самое. Соответственно, графикюель достаточно продвинутый редактор, поскольку он позволяет, поскольку он подсказывает те поля, которые мы можем, например, запросить. То есть мы видим, что тут есть пейс, можно запросить публичные, непубличные. По-моему, он даже показывает тип. А, также он показывает различные ошибки в синтаксе запроса. А, ну, собственно, да, он показывает, что параметр должен быть также буллин. И также показывает, какие поля мы можем получить из типа данных заметки. Например, мы можем получить юзер-агент. Собственно, это все работает за счет интроспекции, которую делает графикюель. И также он облегчает наш жизнь и строит для нас документацию к данному аппе. То есть мы видим, какие запросы куэль существуют. Мы видим, какие поля нам необходимо указать. И, ну, видим, какие поля мы можем получить. Теперь разберем следующий бейтинг тип атак в реальной жизни. Для этого, как я упоминал ранее, существует приложение BatchQL. Собственно, для BatchQL сначала мы должны создать файл, в котором будет лежать сам запрос. Собственно, я взял запрос System Diagnostics. Давайте скопируем его в графикюель. Для теста укажем значение переменной паз. И, собственно, мы видим, что пароль теста неправильный. Это достаточно очевидно. Соответственно, я ввел пример команды ID, поскольку нам в будущем надо будет как-то искать и отфильтровывать правильный ответ. Ну, соответственно, в данном файле лежит этот самый запрос и параметр path, который будет подбираться. Собственно, теперь составим запрос к graphql. Укажем этот путь. Укажем, что нам надо указать переменную паз на перебираемое значение. Укажем, что словарь для переборки будет password1.txt. Далее укажем прокси-сервер, который должен у нас работать, на основании которого мы будем потом искать нужный пароль, в который подобрался. И укажем, сколько запросов в одном пакете мы будем использовать. То есть сколько одновременно паролей мы будем подбирать. Собственно, запустив программу, мы увидим, как он подбирает пароли. Поскольку я выбрал достаточно маленький словарь, то мы достаточно быстро увидели результат. Но заметьте, что также можно было выбрать size 1000, и мы примерно в несколько запросов бы совершили подбор пароля. По-моему, по словарю, где-то 500 значений. Вернем на старые. Но тут самое главное — это не перестараться. При достаточно большом количестве запросов в одном пакете мы совершим DOS-стаг. Так называемая атака в ширину, которую я опенула ранее. Собственно, на прокс-сервере мы видим результаты перебора. Вот тут наглядно видно, как подбирается несколько параметров. То есть мы указываем запрос и переменные, которые надо подставить. Соответственно, с помощью Burp Suite мы сейчас все это сохраним в файл. И нам останется только сделать поиск по этому файлу по ключевой строке UID. Вот, соответственно, мы увидели результат выполнения команды ID. И чтобы узнать, какой конкретно пароль вывел такой результат, просто заставим показать нам 15 строчек до данной. Собственно, мы можем посмотреть, что этот ответ пришел на седьмой запрос. И, собственно, заметим, что седьмой запрос был с значением... На самом деле можно сделать для облегчения чтения результатов еще... Ну и видно, что седьмой запрос — это пароль change.me. Соответственно, мы уже получили RCA на сервере за счет быстрого перебора слабого пароля. То есть если бы это был токен двухфакторной антификации, то четыре цифры мы достаточно быстро бы подобрали, если учитывать то, что мы можем одновременно подбирать тысячу значений в одном HTTP пакете. Также замечу, что в данном приложении есть еще достаточно большое количество уязвимостей из УВАЗ в топ-10. И также на данном приложении можно попробовать различные уязвимости типа DOS. Продолжение следует...